Эта сизая чайка занесена в Красную книгу Рязанской области. На птице, видимых повреждений никаких нету. Ни крови, ни каких-либо ранений на птице не видно. То есть, возможно, конечно, причина в каком-либо отравлении или вот что-то еще могло послужить причиной. На третьем Барковском карьере больше десятка мертвых чаек. Это серебристые, сизые и краснокнижные. Причина такого падежа птиц неизвестна. Однако есть несколько версий. Предположительно, они были стреляны, потому что на одной из чаек была обнаружена рана, предположительно, именно огнестрельная. Ну, скорее всего, из пневматического оружия стреляли. В пользу этой версии говорит расположение птиц по всему берегу, недалеко друг от друга. Плюс ко всему они лежат спиной вверх. Орнитологи консультировались с охотниками. И те сказали, что подстрелить летящую чайку из пневматического оружия очень сложно, а от дроби осталось бы больше следов. Есть и другая версия – отравление. Птицы могли съесть отравленный корм или мелких грызунов, которые этим кормом питались. Но больные чайки обычно садятся на воду и умирают либо там, либо около берега. Эти же птицы лежат на береговой линии. Подтвердить или опровергнуть эти версии может только патологоанатомическое вскрытие. Некоторые чайки были окольцованы. На них спецкольца, которые позволяют проследить путь миграции. Теперь номера с колец отправят в центр кольцевания, чтобы поподробнее узнать о птицах. Стоит отметить, что это не единственный случай падежа птицы. В социальных сетях появилась информация о мертвых пернатых в разных районах города. В большинстве своем это галки. Здесь есть также несколько версий. Здесь большая вероятность, что птицы могли где-то отравиться, потому что они летают, достаточно могут далеко отлетать от непосредственно самого города и кормиться на свалках где-то. Или может быть где-то травят когда грызунов. То есть там они могут питаться как и зерном, так и в общем-то животной пищей. Если, например, травленные мыши, то птицы могут их съесть и также отравиться или съесть отравленное зерно. Но нельзя исключать версии, что это могла быть какая-то инфекция, но это может только в БАК-лаборатории подтвердить диагноз. Елена Валова добавила, что версию, которую выдвигают новостные сообщества о том, что птицы умерли из-за выбросов вредных веществ в воздух, маловероятно. Если бы такая ситуация действительно имела место быть, то отравились бы все живые существа, в том числе и люди. Есть и другая версия. Птицы могут также стрелять, но более точный ответ смогут дать специализированные службы. Мы будем следить за развитием событий.